Демонтаж прошел по плану. В субботу утром на территории Ивановской ТЭЦ-3 Владимирского филиала ПАУ-Т-Плюс прошли работы по контролируемому обрушению градирни номер один. Железобетонное сооружение для охлаждения воды высотой 55 метров было построено в 1979 году. В последние годы градирня находилась в резерве. Решение о сносе принято в целях оптимизации работы ТЭЦ. Демонтаж градирни номер один на Ивановской ТЭЦ-3 выполняется в рамках ремонтной программы энергообъектов филиала ТЭЦ-3. Стоит отметить, что демонтаж никак не повлияет на надежность работы генерирующего оборудования и, соответственно, никак не отразится на качестве теплоснабжения жителей областного центра и окрестных районов, которые входят в зону обслуживания станции. Демонтаж градирни было решено произвести методом направленного взрыва. Этот тип сноса выбран не случайно. Задача – обрушить строение в тесном соседстве с другими объектами, не повредив их. Проведены все предварительные работы. Укрытие, как тело трубы, где мы взрываем шпуровые заряды. Накладных зарядов у нас нет, поэтому жить могут спокойно. Жители города, что проблем у нас здесь не будет. Шпуровые заряды буквально десятки грамм в каждом шпуре. Укрытие сделано. Укрытие по территории ТЭЦ тех объектов, которые заказчик потребовал укрыть, мы провели. Безопасность на объекте обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД. На месте также дежурили аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, скорая медицинская помощь, сотрудники главного управления МЧС. Взрывные работы выполняются в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Всегда должны быть обеспечены соответствующие меры безопасности. Оцепление места проведения работ, защита соответствующей коммуникации. В зону опасную по разлету осколков никогда не допускаются ни жители, то есть ни, скажем так, праздно шатающиеся. С точки зрения, скажем так, МЧС России все необходимые мероприятия выполнили. Обеспечено дежурство всех оперативных служб, которые задействованы в проведении работ, обеспечении безопасности. Вал строения произвели в строго заданном направлении, практически без осколков. Пострадавших нет, повреждений соседних зданий и сооружений тоже. То, что осталось от градирни, уберут уже механизированным способом. Добавим, что филиал Т-Плюс в этом году направит на подготовку к новому отопительному сезону более полумиллиарда рублей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.